Сиреневый фатрон Профессор понимает, что с физикой я прощаюсь навсегда Спасибо за просмотр! Все интересные вещи происходят на ее противоположной стороне Добро пожаловать в очевидный глаз В очевидный 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 глаз Ну так, господа, мы продолжаем разговор про распространение света в слоистых средах Так у нас тут надо интим создать Ну вот так А что такое? Пишет? Кажется, пишет А вот еще скажите, пожалуйста, вы ближе к программированию Вот на петличках Зачем ее можно выключить, долго нажав, когда погаснет лампочка? А можно выключить, коротко нажав, когда мигает лампочка? Вот это зачем? Чтобы все время смотреть, мигает она или нет? Вот чем думают те, кто все это делает? Вот объясните Я абсолютно не понимаю Так, тут оказывается есть серверс немножко получше вроде как И вроде можно даже цвета менять Ну ладно Итак, мы с вами закончили тем Что рассмотрели Один слой покрытия С границами гамма-н И гамма-и Гамма-н плюс один И договорились, что если мы введем Некоторый формальный вектор Давайте я все-таки попробую Так сделать Так можно менять цвета А так можно, наверное, менять Хорошо Хорошо Это работает Так, если мы введем такой формальный вектор Состоящий из амплитуд поля Здесь у нас будет Г и Б на границе Н А здесь Г и Б на границе Н плюс один То мы договорились о том Что Поля Е и Б На границе Н Плюс один Получаются из полей Е и Б На границе Н Путем действия некоторой матрицы Которая описывает слой И матрица этого слоя Устроена так Это косинус К Д Где К волновой вектор В том веществе, из которого состоит слой Здесь у нас показатель преломления пленки А Д Это Толщина слоя Здесь Дай Бог памяти И Делить на показатель преломления пленки Синус КД Здесь И умножить на показатель преломления пленки Синус КД А здесь косинус КД Кстати, посмотрите, какая прелесть Определитель этой матрицы равен единице Кстати говоря Так На всякий случай Попутно Ну вот, на самом деле Это открывает путь К решению Каких угодно задач На прохождение света Через многослойные покрытия И вот если у нас есть Стекляшка Туда бесконечная Или очень длинная На которую Нанесены Многослойные покрытия Из Разных Прозрачных диэлектриков И так далее То если у нас есть такое покрытие Мы с вами можем Сосчитать от него Коэффициент отражения и пропускания Ну действительно Падающее поле У нас будет К Падающее Е падающее Ну и Б падающее Будет смотреть На нас с вами Ну конечно это векторы У нас в принципе От этого покрытия Будет общая отраженная волна У которой Вектор К Будет смотреть Наверх Е Пусть смотрит В эту сторону Выберем Такую фазу А тогда Б Будет смотреть Внутрь Ну что там будет В слоях Один бог знает Там будет метаться Куча волн В разные стороны А здесь Поскольку у нас Дальше идет Бесконечная Стекляшка Будет одна волна К прошедшая Е прошедшая И Б прошедшая Смотрящая на нас Ну а теперь Можно все достаточно Просто Сосчитать Посмотрите Если у нас падает Такое поле Я его напишу Как ни странно В конце Полное поле Полное поле будет Е падающее Плюс Е отраженное А магнитное поле Если у нас свет Падает из вакуума По модулю Равно Е Но смотрит Только в разные стороны Поэтому здесь будет Е падающее Минус Е отраженное По граничным условиям На этой стороне поля Выше границы Должно равняться полю Ниже границы Поэтому А дальше Поле ниже границы Здесь Получается Порождает поле Выше границы Ниже Путем действия Матрицы первого слоя Вот мы Значит Здесь падающее Здесь оно такое же А вот здесь Оно получается Путем Домножения Этого поля На матрицу Первого слоя С1 Теперь По граничным условиям Поле Е и Б Чуточку выше границы Равно полю Е и Б Чуточку ниже границы А поле здесь Порождает поле На нижней границе Второго слоя Путем действия Матрицы С2 Ну и так далее Когда у нас Н слоев Мы в конце концов Доходим до этой границы Поле на этой границе Получается Из падающего поля Путем последовательного Применения Всех матриц Для каждого Из этих слоев Ну а теперь Для последней границы Снова пользуемся Граничными условиями И Чуточку ниже границы У нас поле Е Это поле Е прошедшее А поле Б Отличается от поля Е В Н раз Где Н показатель Приломления стекла На который нанесено покрытие Н Е Т Вот все господа Задача решена У нас система Из двух уравнений Двумерные векторы С двумя неизвестными Ер и Ет Ну естественно Для этого надо знать матрицу Понятно что эту матрицу Легко сосчитать Перемножая Характеристические Матрицы слоев Ну вот пусть у нас Вот если эту матрицу Полную Назвать С Суммарная Вообще-то наверное Надо назвать С С буквы П Потому что это Произведение Ну значит С суммарная Это просто Произведение По всем слоям С жидких Ну и пусть у нас Эта матрица Оказалась равной А Б С Д Ну тогда У нас получается Уравнение Е Т Н Е Т Равняется Результат действия Матрицы А, Б, Ц, Д На Матрицу На вот такой вектор Ну значит Что у нас будет Тогда Будет такой вектор А Е падающая Плюс А Е Отраженная Плюс Б Е Е падающая Да В строках На столбец Е падающая Минус Б Е Отраженная Вторая компонента С Е падающая Плюс С Е Отраженная Минус Минус Плюс Д Е падающая Минус Д Е отраженная Это действует На Е Ф Плюс Е Ф О нет Уже Ни на что Не действует Я уже Подействую Ну что Получается Система Из двух Уравнений Ет Равняется А Плюс Б Е Ф Плюс А Минус Б Е Р А Н Е Т Равняется С С Плюс Д Е Ф Плюс С Минус Д Е Ф Но если Теперь Очень хочется Найти Отраженную Волну Понятно Что надо Делать Мы это На Н Домножаем У нас Тут Н Появляется Тут Н Появляется Ну и дальше Естественно Вычитаем Ноль Равняется Н А Плюс Б Минус С Плюс Д На Е Ф Плюс Н А Минус Б Мы вычитаем Да Минус С Минус Д Г Р Ну ты что Нашли Что хотели Таким образом Амплитудный коэффициент Отражение От Многословенного покрытия Получится Следующим Это будет Минус Ну естественно Это По определению Е Р К Е Падающему Или Минус Это плюс Е Е Падающему Оно В свою очередь Равно Минус Напротив Е Р Стоит Н А Минус Б Минус С Минус Д Обчислители Н А Плюс Б Минус С Плюс Д Если я не ошибся Ну а если мы нашли Р малая То мы нашли Энергетический коэффициент Который будет Р малая По модулю В квадрате Или Н А плюс Б Минус С Плюс Д Делить На Н А Минус Б Минус С Минус Д По модулю По квадрате Задача решена Что что Числители Где плюс Вот здесь У нас же там были Все плюсы И мы вычитали Равен По моему Но может и ошибся Всяко бывает Так Ну теперь давайте Попробуем С этим результатом Проанализировать Первый Практически Важный Случай Это Попытка Просветлить Оптику Если Наносить Одно Однослойное Покрытие Давайте Попробуем Избежать Отражения Света Ну понятно Что в этом Случае У нас Матрица А, Б, Ц, Д Это вот эта Матрица Ну и тогда У нас Р О, Так лучше Пожалуй Будет Равняться Н А Это Косинус КД Плюс И Н Пленки Синус КД Минус С И Н Пленки Синус КД Плюс Косинус КД По модулю В квадрате Делить На Н А здесь То же самое Давайте Про Простоты КД Пока Писать Фи Это Набег Фазы Пока Поле Пробегает Через Пленки Короче Будет Косинус Фи Плюс Не плюс А минус Минус И На Н Пленки Синус Фи Минус А тут То же самое И Н Пленки Синус Фи Минус 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 Вещественные Части Возвести В квадрат И Минус Часть Значит Что у нас Будет При Вещественных Вещах У нас Будет Н Косин Н Плюс Один Косинус КД Н Плюс Один Косинус Фи Это Я Собрал Вот Это И И И И Это Слагаемое Только не Плюс А Минус Да Тут Плюс А тут Минус Минус Один Теперь При мнимых Частях Что будет Плюс И Единица На Н Пленки Минус Н Пленки Только Не Единица На Н Пленки А Н Делить На Н Пленки Отсюда На Н Умножаем Минус Н Пленки На Синус Фи А Здесь Будет Н Плюс Один Тут Минус И тут Один Косинус Фи Минус И Н Н Н Н Пленки Плюс Н Пленки Да Синус Тут Большие Большие Деньги Большие Деньги Квадрати Косинус Квадрат Фи Плюс Н На Н Пленки Минус Н Пленки Квадрати Синус Квадрат Фи Победа Сосчитали мы Отражение От Многослойки Но теперь-то Нам Хочется На Этом Одном Слое Получить Либо Очень Хорошее Отражение Либо Полное Пропускание Ну давайте Попробуем Полное Пропускание Сделать Чтобы Ничего Не Отражалось Попробуем Найти Как Минимум Минум Функции Ф Это Вообще Интересная Задача Надо Теперь Найти Минимум Функции Двух Переменных Но это Достойная Задача Из Математики Я думаю Вы ее умеете Решать Искать Абсолютные Минимумы И максимумы Функции Несколько Переменных Но мы С вами Этого Делать Не будем А пойдем По пути Как Как говорят В школе А в школе Предлагают Нам делать Многослойное Покрытие Такое Чтобы его Ширина Равнялась Четверти Длины Волны Слоя Если Мы возьмем Четверть Длины Волны То тогда Фи Которая Есть 2 Пи На длину Волны Слоя Умножить На четверть Длины Волны Тогда У нас Будет Пи Пополам Если У нас Будет Пи Пополам У нас Косинусы Умрут А останется Только Вот такая Так Только Вот здесь Плюс Останется Только Вот Такое Соотношение С синусами А синусы Будут равны Единице И поэтому Р-минимум Оказывается Равным Просто Вот Для такой Толщины Может быть Можно что-нибудь Поменьше Найти Но это Уж Посмотрите Сами Тогда А мы Как в школе Говорят Надо Лямбда На 4 Сделать Покрытие Тогда Получится N На N Пленки Минус N Пленки Квадрате На N N Пленки Плюс N Пленки Квадрате Но посмотрите Оказывается Можно сделать Полное Просветление Оптики Если у нас Мы сделаем Так Что Показатель Преломления Пленки Будет Равен Показателю В квадрате Будет Равен Показателю Преломления Стекла У нас Отражение Будет Нулевым У нас Весь Свет Пройдет Так что Господа То что Рекомендуют В школе Делать Четвертьволновое Покрытие Рекомендация Хорошая И она Правильная Оказалась Так и Получается При строгом Решении Задач Уж не знаю Откуда В школьном Учебнике Эта идея Взялась Но вот Только Чтобы Было Полное Просветление Надо Нанести Прозрачный Диэлектрик С показателем Преломления Равным Корню С показателем Преломления Стекла Но Тут Возникает Одна Очень Очень Большая Проблема Она Состоит В том Что Не знаю Правда Как сейчас Когда я Учился Не было Таких Твердотеленных Прозрачных Диэлектрик У стекла Показатель Преломления 1,5 И поэтому Полного Просветления Оптики Сделать Нельзя Можно Только Искать Минимум Этой Функции Из Имеющихся Показателей Преломления Диэлектрических Функции Ну а там Надо искать Минимум Этой Функции Ну совершенно Понятно Что в любом Случае Поскольку Сюда Входит Фи То у нас Для разных Длин волн Излучения Просветление Будет происходить Для разных Толщин Покрытий Поэтому нельзя Просветить оптику Для белого Излучения Ну поэтому Всю оптику Просветляют Для максимума Излучения Солнца В нашем Мире Ну может быть Сейчас и для Видеостудий Какие-нибудь Делают Просветляющие Покрытия Настроенные На Источники Света Которые Используются В студиях Не знаю Может и делают Но обычно Оптику Обычные Фотоаппараты Просветляют На Сине Извините На Желто-зеленую Область А вот В красном И фиолетовом Они уже Немножко Отражают Поэтому Если вы возьмете Любой объектив И посмотрите На него В слегка Отраженном Цвете Вы увидите Что он будет Преливаться Красно-фиолетовым Цветом А Желто-зеленый Он Весь Пропускает Если же Вы будете Искать Максимум Коэффициента Отражения Такую задачу Можно решать Что ответ Будет Очень неприятный Самое большое Что вы здесь Можете получить Это Коэффициент Отражения Когда показатель Преломления Пленки Равен Показателю Преломления Стекла Поэтому Вы не можете Поднять Коэффициент Отражения Больше Чем Коэффициент Отражения Просто От стекла Без Однослойного Покрытия Поэтому Зеркал Так Не сделать А вот Уменьшить Отражение Да Можно Да Можно В идеале До нуля Ну не знаю Может быть Сейчас Кто-нибудь И придумал Какой-нибудь Химическую Гадость У которой Показатель Преломления Равен Показателю Пленки Честно говоря Не знаю Было бы здорово Если придумали Ну вот так Как-то Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...